Гранада Телевизион представляет Майкл Гэмбан в роли Мегре в фильме «Мегре у министра» по роману Жоржа Сименона Автор сценария Билл Галлахер Продюсер Пол Маркус Режиссер Николас Рентон Прошло 10 дней с тех пор, как обрушилось крыло детского санатория. Страна скорбит, а смерть унесла жизни еще двоих детей, мальчика и девочки шести лет, которые скончались, не приходя в сознание. Общее число жертв – 62 ребенка. Политическая оппозиция считает, что расследование, инициированное Агюстом Пуаном, продвигается медленно. Сам министр это отрицает, обещая допросить ключевых свидетелей. Неизвестно, предстанет ли перед комиссией месье Нику, человек, построивший санаторий. Бобби, это ты? Месье Пикмаль У господина министра важная встреча. Оставьте мне, я передам. Бланш, речь готова? Месье Пуан, всего пару слов. Я сказала этому господину. Прошу вас. Пять минут. Идемте. Долгий день? Так плохо? Хуже, хочется выпить. Готовишь барашка? Боюсь, день не закончился. Тебе даже не стоит снимать плащ. Тебе звонил один министр. Министр чего? Общественных работ, кажется так. И он позвонил сюда лично. Из телефонной будки. Я успею выпить? Он просил срочно приехать к нему домой. Простите, что потревожил в столь поздний час. Вы кого-нибудь видели у дома? Никого. Вы, наверное, удивились. Министр звонит из будки. Мой телефон прослушивается. Вы пьете? Спасибо. Не любите политиков, да? Мне знаком этот взгляд. Я вижу его в глазах посетителей. Мы им нужны, но нам не доверяют. Я был там, когда вытаскивали тела. Погибли 62 ребенка. Рухнуло целое крыло. Конечно, я поручил провести расследование. Министерство в ответственности. Санаторий построили еще до моего назначения. До катастрофы я почти не слышал о нем. Этой трагедии можно было избежать, если бы они приняли во внимание отчет. Отчет? После катастрофы президент попросил меня изучить его, но в архиве его не оказалось. Он исчез. Калам буквально предсказал катастрофу. Калам? Да, простите. Когда был предложен проект санатория, Каламу поручили проверить его на соответствие строительным нормам. Он был профессором строительной школы. Два года назад он умер от рака. Все это политика. Зачем мне об этом знать? Вчера человек по имени Пикмаль пришел ко мне. Сказал, что работал с профессором. У него была копия отчета. Он дал ее мне. И в отчете Калам прогнозирует катастрофу? Да. Если его опубликовать, то кое-кому не сносить головы. Что значит «если»? Вчера я прочел его. Утром позвонил президенту и договорился о встрече. Когда я рассказал об отчете, он захотел взглянуть на него. Но никто не знал, что отчет у меня. Я запер его в столе. Вы хотите сказать, его украли? Да. У кого еще ключ от вашей квартиры? У моего секретаря, мадемуазель Ламот, и у консьержа. И у жены, хотя она редко приезжает в Париж. Должно быть, президент. Я звонил ему ранее. Мне подождать снаружи? Нет, подождите здесь. Алло. Да, это я. Спасибо. Соединяют. Господин президент? Да. Нет, он пропал. Видимо, украден. Нет, я не обращался в полицию. Но ко мне кое-кто приехал. Да, комиссар Мегре. Конечно. Он хочет с вами поговорить. БОДРАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Что с тобой? Ты ему не доверяешь? Он политик. Из его квартиры кое-что пропало, а следов взлома нет. Я вынужден верить ему на слово. Пойдем в постель. Слишком гладко. Это кто-то из своих. Возьми отпуск и уедем куда-нибудь. Боюсь, все не так просто. Почему? Президент... В этой ситуации я не мог отказаться. Я не хочу слышать. Понадобятся люди. Это работа не вашего отдела. Это обязанности сюрте. Но, коли так, подчиненным никаких подробностей. Это неофициальное расследование. Разумеется, Мсекамильон. Ваше имя упомянуто не будет. Нечего было руки распускать. Мило, да? Ты что, пытался с ними танцевать? Да она мне чуть палец не откусила. Что оставалось? Есть дело. Это неофициально. Так что никому не говори. Слышал о школе гражданского строительства? Да. Улица Сан-Пер. Пикмаль! Песье Пикмаль! Там преподает некий Пикмаль. Я ничего о нем не знаю. Разузнай как можно больше. Жан-Вье. Жан-Вье, у министра общественных работ есть секретарша Бланш-Ламот. Узнай, приходила ли она к министру домой во вторник утром. Люка! Запомни. Никаких письменных отчетов и никому ни слова. Отчитывайся только мне. Тебе ясно? Как скажете, шеф. Жак Флёри. Парламентский секретарь при министре общественных работ. Выясни о нем все, что сможешь. Возникает вопрос, почему комиссия не задает конкретных вопросов? Почему она не опросила главных свидетелей? Думаете, расследование для отвода глаз? Если бы я состоял в этой комиссии, я бы призвал к ответу чиновников, которые заключили контракт с господином Нику, и спросил бы их, правда ли, что санаторий Клэрфон был построен не ради самих детей, а для того, чтобы... Комиссар Мегре? Добрый день. Жак Флёри. Это Шарль Маскулен? Подливает масло в огонь. Он был чем-то встревожен. Точно. Но пробился в кабинет министра. Да. Я согласился его принять. А это папка в его руках. Вы видели ее потом? Нет. Я не помню. Давно вы работаете у министра? Уже 12 лет. Наверное, вы преданы ему. Я предана своей работе. Настолько предана, что готовы выручить его из беды. Что вы имеете в виду? Я и сам толком не знаю. Ему должно быть трудно. Я никогда не видела его таким. Наверное, семья переживает. Да. Жаль, что в такие минуты его жена не смогла приехать. Комиссар, мне казалось, вы хотели поговорить о Пикмале. Да. Месье Флёри заходит каждый день? Он постоянный клиент. С женой заходит. Жаклин? Да, иногда. Мы с ним старые друзья. Я работал с Агюстом, с министром, еще в Ванве. Когда же его взяли в министерство, ему понадобился личный секретарь, и он пригласил меня. Вот так все удачно сложилось. Нравится работа? Нет. Я люблю ее. Как раз для меня. Я люблю Париж. Мне подходит. Спасибо, Мсье. Вы мне очень помогли. Разве? Я видел Пикмале мельком. Почти все время был у себя. Если будут вопросы. Спасибо. Кстати, Мсье, когда вы в последний раз были в квартире министра? Это было... Да, мы иногда там работаем. Пару недель назад. Что ж, спасибо. Опять говорили с президентом? Я был готов подать в отставку, но... он отказал. Сказал, что сейчас это вызовет подозрения. Мало кто знал, что отчет у вас. Во-первых, Пикмаль, ваши подчиненные и президент. К чему вы клоните? Вчера, когда я вышел от вас, по улице проехал автомобиль, ослепив меня фарами. Видимо, сурта. Я же говорю, мой телефон на прослушке. Вся эта история назревает крупный политический скандал. Мне никто не поверит. Их можно понять. И рано или поздно кто-нибудь спросит об отчете. Вчера, вчера, вчера. Вчера, вчера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Лука, ты здесь? В каком смысле? Здесь полно людей Мегре. Что ты выяснила, Флёри? Им интересуется сюрте? Нас всегда интересовала политика. Ладно, я расскажу. Компанийский парень. Всегда готов угостить. Живёт в кредит, но расплачивается. Мы все расплачиваемся, Катрю, так или иначе. Ты в курсе, что в Ванве у него жена и двое детей? Но он в том возрасте, когда многих мужчин тянет на молоденьких. Зачем рассказываешь, Катрю? Когда-нибудь и ты мне поможешь. Ну, жди. Во вторник утром. Во вторник утром. У квартиры министра. Красивая женщина. Лет сорока. Простите, она глухая. Я уже понял. Спасибо, мадам. Вы знаете, мадемуазель Ламот? Она приходила к министру во вторник? Симпатичная такая, часто приходит. Погодите, вторник. Нет, не видела. Никого не видела. Бобби? Только мужчину. Какого? Полного в плаще с сигарой на лестнице. Обычно поднимаются на лифте. Спасибо. Мадемуазель Ламот, ты министр. Как думаешь, они любовники? Если так, то хорошо это скрывают. Политики всегда отличались скрытностью. Люка. Пиво. Перно. Перно. Что выяснил? Всего понемногу. Ну? Во-первых, не только я слежу за Флёри. Сюрте? Куда бы я ни пошёл, они были на шаг впереди меня. И меня. Этот Катрю дышал мне в спину. Его позабавило, что я не в курсе событий. Оказывается, мы занимаемся этим? Артур Нику. Который построил Клэрфон? Министр Куан просил меня найти отчёт Калама. И поэтому Сюрте следит за нами? Чтобы мы не нарыли лишнего? Возможно. Кому выгодно исчезновение отчёта? Чиновникам. Тем, кто его игнорировал. И Артуру Нику. Возможно, ему больше всех. А министру? Лапоэнт. Пиво? Да. Что выяснили? На работе его не было. Тогда я поехал в гостиницу Дюберри, в которой он живёт. Представил с его кузеном из Марселя. Но там его тоже не было. Владелец направил меня в кафе, где тот ежедневно завтракает. Туда он тоже не приходил. Это впервые за многие годы. О ком вы? О Пикмале. Кто это? Не появился? Нет. Швейцар у школы видел, как он садился в автомобиль. Кто такой Пикмаль? Кто в машине? Полный человек в просторном плаще. Курящий сигарой. Что? Он не пользуется лифтом. Он приходил к Пуану во вторник утром. Вот такой Пикмаль. Месье Пикмаль. Похоже, выяснится, что он исчез. Привет, парни. Мадам Калам. Ваш муж рассказывал об отчете, над которым работал. Немного, но его что-то очень тревожило. К вам кто-нибудь недавно приходил? Вы о Пикмале? Когда это было? Пикмаль часто беспокоил моего мужа по поводу этого отчета. Высказывал самые нерепые идеи. Но Альбер всегда уделял ему время. А после его смерти Пикмаль не появлялся до прошлой недели. Сказал, что хочет найти какие-то бумаги, которые оставил у мужа. Он их нашел? Не знаю. Я не смотрела за ним. Кто-нибудь еще приходил? Домой нет. Никто не спрашивал об отчете. Вдруг всем понадобился отчет. Жаль, что при жизни мужа им не интересовались. Заводи. Поехали. Катрю. Мегре. Я хочу поговорить о Пикмале. Вы не знаете, где он. И, конечно, не в курсе, где отчет Калама. Я думал, вам лучше знать. В холодной машине недолго пневмонию подхватить. Я не высыпаюсь. Организм чудовищно ослаблен. Жена твердит, чтобы я сидел дома. Жена плохого не посоветует. Может, действительно, взять пару дней отпуска. Забыть о грязном мире политики. Выпить горячего. Почитать книгу. Хотя это не для меня. Катрю, что происходит? Я думал, вам лучше знать. Куда бы мои парни ни пошли, вы всегда впереди нас. Не льстите себе. Нас информируют в последнюю очередь. Больше не доверяют. Вас поэтому привлекли? Я думал, вам лучше знать. Мсье Нику, похоже, причиной этой жуткой трагедии стал бетон, из которого построен фундамент. Он был, скажем так, неподходящего качества. Конструкция была прочной. Мы имеем опыт в области строительства зданий. Мы придерживаемся наивысших стандартов, используем высококачественные материалы. Кто же предполагал, что река выйдет из берегов? Это случайность. И я, как никто другой, опечален произошедшим. Скажите, как вы выиграли тендер на строительство санатория? Я подал заявку, как другие подрядчики, составил план. Безупречное качество по разумной цене. Комиссар Мегре, Шарль Маскулен. Добрый день. Насколько я понимаю, вы проводите расследование в связи с трагедией в Клэрфоне. Почему так решили? Иначе быть не может. Вы должны понимать, что общественность взволнована, даже возмущена случившимся. Я тоже очень взволнован. Поэтому будьте осторожнее. В политике все не так просто, как в мире грабителей и проституток. И даже такому полицейскому, как вы, не сдобровать, если выяснится, что вы заметаете следы. Думаете, это моя цель? Кто знает. А возможно, вы сами не знаете. Куан порядочный человек. По-своему. Но не осторожен в выборе друзей. Эти дети не будут забыты. И виновные будут наказаны. Вы знали, что он был желанным гостем в доме Артура Нику? А дочь министра получила от него несколько подарков, среди которых драгоценности. Кто вам сказал? Знающие люди. Мисси Мегре. 62 ребёнка лишились жизни. Правда откроется. Поверьте. Мы приложим все усилия, чтобы это не повторилось. Убийца! Он убийца! Он убил моих детей! Убил моих детей! Почему никто не спросил о его дружбе с членами правительства? Почему никто не спросил его об отчёте Калама? Нику любит посылать подарки дочерям и жёнам своих гостей. Моей дочке он подарил ручку и пудреницу из золота. А вы с женой получали подарки от Нику? Нет. Занимали деньги? Покупали его акции? Нет. Точно? Комиссар, если вы сомневаетесь... Ваше превосходительство, я взялся за это дело вопреки своему руководству и рискуя своей головой. Вы могли бы сразу сообщить о своих отношениях с Нику? Простите, это невинное знакомство. Мне и в голову не пришло. Что ещё вы скрыли? Больше ничего. Газеты, господин министр. Пронюхали, что Пикмаль передал отчёт в министерство. Кто рассказал о Пикмале? Пишут, что сразу после этого Пикмаль исчез. Возможно, похитили. Я думал, что лучше вам показать. Спасибо, Жак. Во вторник утром к вам приходил человек. Полный, курит сигары. Либо он агент СЁРТ, либо в вашем министерстве утечка. Нет, не верю. Я доверяю моим людям. Кто хочет ваши отставки? Хочет вас уничтожить? Кто отдаёт приказы СЁРТ? Сам президент. Вы доверяете президенту? Приходится. Получается, СЁРТ просто заметает следы, концы в воду. Тогда зачем к нам обращаться? Наверное, думает, что если Мегре не найдёт, то другие подавно. Всем Мегре, вас к телефону. Ответь за меня, Жанвье. Послушайте, дорогой месье Пикмаль, благодарю вас за письмо. Встретимся завтра около восьми вечера в ресторане Камбала на улице Монмартр. Прошу никому не рассказывать о теме нашего разговора. Где взял? В комнате Пикмаля. От Пуана? Подпись неразборчива. Вот-вот. Зато стенографистки из министерства узнали её моментально. Шарль Маскулен? Да. Вас вызывает министр. Что теперь? Возможно, мы больше не гоняемся за тенью. Посмотрите на дату. Судя по ней, Пикмаль встретился в ресторане с Маскуленом до того, как передал отчёт министру. Господин министр, правда, что в своём отчёте Калам указал возможность обрушения? Я не могу это обсуждать, пока комиссия не опубликует результаты. А правда, что отчёт таинственным образом исчез? Заявление об отчёте скоро будет сделано. Вам известно, что Ник убежал из страны? Нельзя обвинять человека в побеге, если он уехал в Бельгию. Вы сделаете официальное заявление? Вы подадите в отставку. Правда, что Артур Нику ваш близкий друг? Министр ждёт вас, комиссар. Спасибо. Что-то случилось, мадемуазель? Да, комиссар, кое-что случилось. Телефон звонит безумолку. И все полны ненависти к министру. Он этого не заслужил. Мадемуазель? Я его знаю. И знаю, как ему больно. Как они смеют. Он столько лет служил государству, а они печатают эту ложь. Почему никто не заступится за него? Больно, когда на ваших глазах уничтожают любимого человека. Неужели вы не можете остановить их? Президент попросил сделать заявление. Вы сказали, что было в отчёте? Он опять спросил, читал ли я его. Сказал, «Наверное, там много технических подробностей». И предложил мне сказать, что я просмотрел его по диагонали. Если я заговорю о его содержании и скомпрометирую кого-нибудь, то меня обвинят в безответственной клевете. А если промолчите, то вас обвинят в покрывании коллег. Разве можно их винить за это? Отставка. Но только я не буду молчать, поверят мне или нет. Что это? Письмо Шарля Маскулена. Пикмалю. Шарля Маскулена? Договорились о встрече. Но если Пикмаль показал ему отчёт, почему он его не опубликовал? Я не сомневаюсь, что у Маскулена тоже есть копировальный аппарат. Он вернул отчёт Пикмалю и убедил отнести вам. Вы ссорились? Нет. Я даже восхищаюсь им. Он выдающийся политик. Вы стоите на пути его амбиций? У него нет амбиций. У него столько врагов, что ему не на что надеяться. Маскулен дышит политикой. Быть может, личная вражда? Был один случай, когда он был ещё молод и горяч. Мы поспорили. И я отказался пожать ему руку. Где это было? В парламенте. Но это было 8 лет назад, Мегре. А в данном случае Маскулен имеет прекрасную возможность разжечь громкий скандал. Если у него есть копия отчёта, ему остаётся только обнародовать его, и слава обеспечена. Так почему он его прячет? СООБЩЕНИЕ СТОНЫЕ ПОТИЦАНСЯ Комиссар, какое совпадение? Я собирался вам звонить. Можно? Как продвигается ваше расследование? Самым непредсказуемым образом. Неужели? Потрясающе. Но вы так и не нашли Пикмаля, да? Пока нет. А я как раз хотел о нем поговорить. Как вы понимаете, я часто получаю письма от всяких чокнутых и умалишенных. Несомненно, как и вы, я думаю. Мне тоже приходится просеивать эту шелуху, чтобы найти по-настоящему важную информацию. Письмо Пикмаля показалось мне искренним. В нем шла речь об отчете Калама. Я договорился о встрече. Он сказал, что хочет показать мне отчет, поскольку подозревает, что есть те, кто пожелает замять скандал. Вы обещали обнародовать его? Я посоветовал ему идти прямо к министру общественных работ. Но перед тем, как послать Пикмаля к министру, вы сделали копию отчета, да? Не пойму, какую цель вы преследуете. Я служу парламенту и стране. Завтра я собираюсь выступить перед комиссией. И скажете, что мсье Пуан потерял отчет, чтобы уберечь своих коллег по министерству. Я не сомневаюсь, что каждый министр исправно выполняет свой долг. Но все они развращены властью и готовы на все, чтобы спасти свою шкуру. Вы знаете, что они называют меня смутьяном? Я тот, кто не дает им покоя. Демократия не должна спать. Не сомневаюсь, что мы увидимся завтра в министерстве. Прости, милый. Мегре, вы все-таки взяли отдых. По совету врача. Спасибо, мадам. Чем могу помочь, Мегре? Кажется, я знаю, кто взял отчет. Я ищу человека, одного из ваших. Возможно, его уволили. Уволили за что? Не знаю. Видимо, теперь он работает на Шарля Маскулена. А у Маскулена недостаточно власти, чтобы Сюрте прессала под его дудку. И мне нужны имена. Зачем мне помогать? Катрю, перестаньте. Я близок к разгадке. Помогите мне. Я долго ломал голову и вспомнил несколько имен. Бодолен, Фальконе, Валенкур, Фишер. Это все? Этих имен гораздо больше. Я ищу того, кто нечист на руку. Возможно, сейчас он частный детектив. Полный, курит сигары. Вы его знаете? Не знаю, что вы затеяли, но увы. Простите, Катрю. Кто-то хочет раздавить человека, а вы отказываетесь. Мне поверить? Мигра, оставьте меня в покое. Я болею. Небольшой подарок. Подарок? Поможет вам расслабиться на больничном. Ситуация резко обострилась, Мигра. В такого рода расследовании, Мсека Мильео, это нормально. Мне звонили из редакции новостей. Тогда ситуация действительно обострилась. Их интересовала ваша роль в деле. Я сказал, что мы не проводим расследование, и о пропаже отчета никто не заявлял. Вы дипломат. Меня не радует перспектива увидеть ваше лицо на первой полосе национальной газеты при таких нежелательных обстоятельствах. Что вы можете сообщить? Завтра Шарль Маскулен выступит перед комиссией и расскажет о моей роли в сокрытии отчета. По-вашему, это забавно, Мегре? Мегре! Молодцы, ребята! Долго же вы. Я вам этого не давал. А теперь дайте спокойно поболеть. Я-то думал, что вы на шаг впереди нас, а вы просто следили за нами. И кто приказал? Куда тянется нить? Наверх? Президент? Вам лучше не знать, Мегре. Есть! Эжен Бенуа, частный детектив. Сделай несколько копий. И покажите женщине с бульвара Пастера. Как ее звали? Гудри, мадам Гудри. Спросите, узнает ли она его. Итак, Бенуа. Поищи его в телефонной книге. У него должен быть офис. Поедем туда. Где Люка? Стаптывает ботинки. Бенуа с офисом! Его офис вон там, шеф! Бенуа с офисом! Консьержка говорит, что Бенуа не приходил уже две ночи. Но он довольно часто уезжает на рыбалку. Куда он отправился? Этого она не помнит. Тогда давай мы поможем ей вспомнить. Что вы здесь делаете? Тоже хочу спросить у тебя. У нашего друга Фляри занятная привычка выпивать в сомнительных заведениях. Пару недель назад его видели в компании Жана Бенуа. Езди за ним, Люка. Что ж. Жан-Вье. Это что, надолго? Девушка будет волноваться. К вечеру надо быть дома. Подождите. Посиди с ним, пока шеф не вернется из Сен-Пора. Не позволяй звонить. Если что, ты ничего не знаешь. Пусть подергается. У меня свидание. Здесь есть телефон. Направо. Около километра перед деревянным мостом. Прошу прощения. Хорошо, передам. Пока. Что она сказала? Просила передать, что вряд ли вас дождется. У нее очень приятный голос. Кто там? Мегре. Бенуа, где Пикмаль? Где вы его держите? Вам не предложу. Его нигде нет. Где он, Бенуа? Вы давно работаете на Маскулена? Маскулена? Вам нужен был человек в министерстве. И Маскулен познакомил вас с Флюри. Не надейтесь, Мегре, эта рыбка не клюнет. Флюри сообщил, что министр отнес отчет домой. И дал вам ключи от его квартиры, так? Ну, это просто, Мегре. Что еще у вас есть? Шеф. Так и было задумано. Ведь взлом исключается. Надо было подстроить так, чтобы скомпрометировать министра. Арестуйте. Наденьте наручники. Сколько я получу за кражу? Год? А то и меньше. Зам с Маскуленом не составило труда задурить наивному пикмалю голову. Сказали, что он смелый человек, отважный, благородный, посмел ударить в самое сердце коррупции, и он поверил, да? Где отчет, Бенуа? Вы его сожгли? По приказу Маскулена, а? Наручники. Что? Наручники. Брось ты, Мегре. Я сказал, что сознаюсь в краже. Не валяйте дурака. Брось ты, Мегре. Мелочь, значит. Ну, в смысле, я... Господи. Она хотела бросить меня. Жаклин, моя девушка. Она молода, любит веселье. Она даже чемоданы собрала. Были нужны деньги. Что оставалось? А Бенуа попросил ключи. Я не знал, зачем. Думал, министра проверяют. Слушайте. Вы должны понять. Я не хотел предавать Агюста, но... Я люблю ее. Он не знал, что помогает Маскулену. Маскулену? Расскажите о том случае, когда вы не подали ему руку. Один депутат, не будем называть его имени, был вынужден уйти в отставку, когда Маскулен сообщил, что его брат во время войны был коллаборационистом. Не депутат, а его брат. Я посчитал, что это жестоко. Маскулен с ним обошелся некрасиво. Это был безжалостный поступок. Другие в парламенте поздравляли его, но я отказался подать ему руку. Вы публично его унизили. Я ваш должник, Мегре. Теперь я могу уйти с честью. Подаете в отставку? Я устал. Хочу наконец вернуться к своей семье, растить внуков. Не верится, что Маскулен был готов ради этого пожертвовать Клэрфоном. Сегодня он выступает перед комиссией. В правительстве есть те, кто не хотел, чтобы мы увидели этот отчет. Они понимают, что этот документ доказывает существование коррупции в самом сердце кабинета министров. Они игнорировали его, потому что им щедро платил Артур Нику в обмен на заключение контракта с его компанией по строительству санатория. Но масштабы коррупции еще больше, чем вы думаете. Даже потом, после этой жуткой катастрофы, в которой погибли 62 ребенка, кое-кто из государственных служащих пытался скрыть эту улику, чтобы защитить своих коллег в правительстве. Я уже сказал, что это лишь копия отчета. Но тогда где же оригинал? Мы все хотим это знать. Вы сказали, что члены правительства пытались скрыть правду. Можете назвать имена? Я... Простите, я не помню. Мсье Маскулен, объясните, как у вас оказался этот документ? Кто вам его дал? Я дал. Маскулен. Маскулен. ПОДПИСМЕНТОР Маскулен. 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 В фильме снимались Джоффри Хатчинс, Джек Гэллоуэй, Джеймс Ларкин, Барбара Флинн, Майкл Мелман и другие. Оператор Элмер Рагали. Композитор Найджел Хесс. Композитор Найджел Хесс. Композитор Найджел Хесс.